Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить про непростое время конкуренции, потому что у нас в студии находится эксперт по рыночным стратегиям из города Хабаровска Егор Шашкин. Здравствуйте, Егор! Здравствуйте, Евгения! Спасибо большое, что нашли время приехать к нам, потому что у вас кипит, бурлит сейчас конференция, на которую вы приехали. Это специально ради одной конференции приехали из Хабаровска сюда командой? Да, нас пригласили, и мы командой вчетвером действительно приехали в Благовещенск, чтобы рассказать, передать наши знания. Учить будете кого? Предпринимателей, топов. Угу, все, поняла. Ну, хорошо, давайте мы сейчас и наших зрителей попробуем немного перенести, потому что мы все-таки вещаем на всю Мурскую область, не все могут приехать далеко на конференцию, тем более в такое время предновогоднее. Поэтому давайте расскажем о том, о чем вы, собственно, и будете рассказывать сегодня предпринимателям. Я знаю, что вы очень много, большой блок, достаточно будете говорить про УТП, уникальное торговое предложение. Вот с этим УТП разбираться приходится абсолютно каждому предпринимателю. Давайте в нескольких словах объясним, что это такое, и как сделать его абсолютно актуальным. Угу. Сказать по правде за две минуты, это сказать очень сложно, да. Ну, вкратце. Между тем, УТП это то, чем, чем ваша компания отличается от компании конкурента. Угу. Каким образом вы объясните рынку, почему нужно купить у вас? И почему нужно купить у вас именно за эту цену, которую вы назначили за товар или услугу? Вот не все понимают, насколько важно иметь свое вот такое правильное УТП, да? А вы понимаете, насколько это важно? Сколько это решает процентов от бизнеса? Ну, приблизительно. Ну, смотрите. Как сказал Траут, если вы не отличаетесь, готовьтесь демпинговать. Ну, то есть, по-моему, это прекрасная цитата, которая объясняет мой тезис. Уникальное торговое предложение позволит добавить стоимость вашему продукту. Угу. То есть, объясняет сразу всем, зачем нужно купить именно у вас. Да. Хорошо. Смотрите, вот действительно сейчас достаточно много проблем существует у небольших предпринимателей, мелкий и средний бизнес, потому что и к нам в Благовещенск, в Амурскую область активно заходят крупные представители федеральных сетей. Вы в Хабаровске с этим точно уже очень давно столкнулись. И я так понимаю, что у вас есть какие-то решения. Вот что делать, когда действительно заходит крупный бизнес, который явно конкурентнее по цене, да? Вот что с этим? Очень сложный вопрос. Он действительно, это основная повестка на самом-то деле, да? То есть, это рост конкуренции. Конкуренция не только между предприятиями, а уже и между товарными группами. Например, молодожены уже выбирают между холодильником и путевкой. Вот так. Ну, то есть, да, тут уже конкуренция. А конкуренции прямой мы уже не обсуждаем. Мы уже говорим о том, кто будет, кто претендует на денежные средства, на кошелек клиента. И вот в данном случае, конечно, ситуация сложная. Есть инструменты, их тоже, к сожалению, за две минуты не рассказать. Если коротко, то это, безусловно, ОТП, это стратегия, это правильные выстроенные коммуникации с вашим клиентом. Крупные компании могут позволить себе очень глубокую интеграцию коммуникации с клиентом. Это и реклама, это и догонять клиента в социальных сетях, догонять клиента в интернете и какой-то видеоконтент публиковать, да? И клиент находится в информационном поле. То есть, на сегодняшний день находиться в информационном поле, в одном информационном поле компании и клиента, пожалуй, это самое простое и самое реальное, что может выстроить малый бизнес, да? То есть, стать лучшим в канале, не знаю, в мессенджерах. То есть, он просто вот общается со своим клиентом напрямую в мессенджере, через сайт и так далее. То есть, здесь именно вопрос настройки коммуникаций. Потому что большие сети, как правило, большие сегменты клиентов, а маленький бизнес может позволить себе, то есть, быть более гибким, более маневренным. Ну, вот это вот вы сейчас сказали действительно совершенно верно. Я думаю, это стоит распространить немного, потому что действительно малый бизнес сейчас хорошо понимает, что нужно заходить в социальные сети, но делает это с таким скрипом зачастую, да? Ну, так это тяжело дается, потому что либо ты платишь большие деньги, чтобы это делал кто-то за тебя, либо ты это делаешь сам. Вот как действительно догнать своего клиента, как быть у него на виду и при этом не тратить какие-то огромные баснословные суммы, как это делают сети? Да, это на самом деле несложно. То есть, есть подход, да, с которым мы, собственно, сюда и приехали. То есть, мы именно об этом и рассказываем, как выстроить простую коммуникацию, несложную коммуникацию с клиентом. Тренд называется. То есть, мы некоторое время назад нашли тренд. То есть, вместе с тем, что рынок завоевывают гиганты федеральные, то есть, мы нашли тренд, что люди хотят общения, взаимодействия с компаниями, они хотят общаться друг с другом, то есть, экосистемы, сообщества. И этот тренд в мире называется омниканальность. То есть, это тренд на многоканальную связь. То есть, если человеку удобно общаться с компанией через Инстаграм, он делает это через Инстаграм. Если клиенту удобно общаться через WhatsApp, он делает это через WhatsApp и так далее. То есть, мессенджеры, социальные сети, сайт. В рекламе вы говорите именно то, что нужно говорить вашему клиенту. Сегменты дробятся. То есть, есть конкретные инструментарии для того, чтобы это сделать. Нужно овладеть им всем, я так понимаю. Ну, по крайней мере, большей частью. И самая ключевая мысль, с вашего позволения, это, в отличие от крупных сетей, малый бизнес может быть эффективен в трех каналах. Ну, например, то есть, это сайт, социальная сеть, пускай Инстаграм, и, например, WhatsApp. То есть, бизнес может быть в трех каналах. Но если он делает это в трех каналах эффективно и закрывает большинство вопросов своей целевой аудитории, ну, он имеет конкурентное преимущество. То есть, даже так. Можно быть вполне конкурентным, обладая каким-то... То есть, мы говорим про омниканальность. Итого более 20 каналов мы сейчас насчитали. Но если вы возьмете хотя бы три... И сконцентрируетесь. И сконцентрируясь только на них, вы не будете давать рекламу на радио, еще куда-то. То есть, не концентрируясь на... не распаляясь. Интересный взгляд, правда. Но, действительно, практика важнее теории. Это тоже один из обязательных аспектов, которые вы рассматриваете. Тут очень важно не просто узнать кучу какой-то информации. Она есть в свободном доступе. Сейчас информация есть везде. А именно внедрить это. Вот это вот, мне кажется, вот этот переход, эта лестница, она вообще самая тяжелая. Тяжелее всего дается. Правда же? Да, безусловно. Именно конверсия от знания к практике, она самая низкая. И это самое-самое слабое место на сегодняшний день. И почему наша команда востребована, то есть на рынке в том числе, именно благодаря тому, что инструментов ведь масса. Да. В видеоблогах масса. Истории успеха, кейсов, закономерностей по кейсам масса. Но применять их, либо люди не решаются, либо не хватает опыта. Ну, то есть это происходит редко. В связи с этим, то есть, ну, конечно, мы работая командой, мы вот стараемся брать и пробовать. То есть стараемся брать, пробовать. Вот омниканальность тренда, мы уже есть пилотные проекты, то есть которые реализовывают в Хабаровске, которые работают по этой технологии. И мы видим, что она действительно работает. Где-то что-то, ну, подкручиваем, где-то что-то убираем, где-то что-то добавляем. Поэтому, конечно, практика, спасибо, Евгения, да, практика, это очень важно. Вот не могу не спросить, наверняка вопрос, который у наших зрителей возникает, все-таки какие социальные сети, YouTube, видеоблоги, что эффективно сейчас, что сейчас в тренде? Отличный вопрос, спасибо. Но перед ним нужно ответить на вопрос, кто ваш клиент. Так. Если ваш клиент, если вы продаете маникюр, если ваш клиент молодая девушка, которая хочет быть красивой, очевидно, да, то есть какая социальная сеть работает. Ну, давайте озвучим, мне все мне кажется, очевидно. Наверное, это Instagram, да, то есть если вы продаете консалтинг, предположим, бизнес-консультации, ваши клиенты кто? Предприниматели. Да. То есть предприниматели, бизнес, топы и так далее. Это, да, Instagram. Не забываем. Но еще и Facebook, LinkedIn и так далее, да, то есть если мы говорим про тех, кто работает на международном, да, в международных компаниях. Telegram, YouTube для кого? У нас буквально чуть-чуть осталось. Telegram, YouTube. Telegram – прекрасная площадка, по нашему мнению, для сборки команд, то есть для командной работы, проектной работы. Все в Telegram, это круто, то есть там и облако хранения данных. YouTube для тех, кто любит глазами. Что-то дорогое можно продавать через YouTube. Интересно. Егор, спасибо вам огромное за интересную беседу. Надеюсь, приедете к нам еще, придете в гости. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Егор Шашкин, эксперт по рыночным стратегиям из города Хабаровска. Вы смотрели в центре. Внимание, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok